Друзья, всем привет! С вами Серега, Warface, добавили оружие Magma. Серию 2 или как они называют, на самом деле я не в курсе, но это вроде не то, не одна серия, потому что первая серия Magma у меня есть вся, кроме Глока. То есть, смотрите, у меня, получается, я не помню со скольки 40 тысяч критов или со скольки, я выбил, получается, Макмиллан, Тайп, Сикс, АЦР-ку... Так, что еще? Какого? Кукли выбил, а конкретно Глок не выбил. Вот, потом, после этого, большую коробку с магмой убрали и добавили по отдельности вот эти вот магмовские другие пушки. Вообще-то, одни даются пушки на Хардкоре, а другие на Вулкане Профи, в общем, как-то так. И сегодня я хочу их покрутить, и знаете, добавили интересненькую акцию, ну, опять, как всегда. В общем, если вы соберете набор из трех пушек, то есть, смотрите, например, Катана, Сиг и Мозберг, то вам дадут подарок после этой акции. Три оружечки, Скар, АХ и АЦР-ку, то есть, три пушки. Или, если вы соберете Скар, АХ и АЦР, то вам дадут, получается, вот эти вот три пушки. То есть, вы понимаете о чем? Мне нужно всего лишь выбить один Мозберг, и мне дадут, получается, все эти три пушки, которые я тогда давно хотел, АЦР-очка красивая, АХ, некрасивенький, а вот этот Скар, какой же он классный. То есть, сегодня мне нужно выбить всего лишь-то какой-то Мозберг Магма. Знаете, вот я когда говорю всего лишь, он мне, наверное, ни хера сейчас не выпает. Ну, ладно, а мне нужно выбить именно его, только его, только он сегодня герой нашего дня. Только сегодня мы его будем крутить. Нет, если быстро выбьем, конечно, может быть, еще что-нибудь покрутим, но, как бы, я не хочу особо зарекаться. У нас есть, друзья, 7000 кредитов. И открываем, давайте, первые пять коробок. Знаете, на самом деле, если бы не было такой акции, Херс-20 я крутил бы Мозберг, максимум, что крутил бы, это я Скар, АЦР-ку, ну, АХ, может быть, но... Именно Мозберг я просто 100% бы не крутил. Так, и один день, один час, это очень хорошо, что он хотя бы на время падает, а то, знаете, в этой большой коробке ни хера нормального не падал. То есть, там падало мины, флешки, опыты, знаки, что-то типа того. А там... Ну, друзья, в принципе, это было очень быстро. Это было... Так, это было... Ой, это... Это было слишком быстро, это слишком короткий видос, надо будет с ним еще поиграть. Знаете, на самом деле, я думал, что я побольше на него бабла салю, хотя, слава богу, что он мне упал. Но, на самом деле, я вначале подумал, что эта акция распространяется вообще на всю магму. То есть, если у тебя есть любые из этих пушек магма, например, у тебя есть... Ну, не то, что, скажем, Мозберг, вот, скажем, АЦР-ка, СИК и Катана. То есть, вам дадут другие оставшиеся три магма. Не именно из старой коробки, а именно из нового. Ну, тут именно нужно собрать... Именно вот эту вот коллекцию, как написано, СИК, Катана, Мозберг, АЦР... Чё там, не помню, АИКС и чё-то еще. Ну, короче, вы поняли, вот эти по три оружки, которые написаны, именно их нужно собрать. И именно противоположные три пушки вы получите. Ни в коем случае не думайте то, что если у вас есть просто магма, и вы получите... Если у вас просто есть три оружки магма, и вам дадут другие три оружки магма, они нихера вам не дадут. Потому что, может быть, такие акции распространяются скорее на тех, кто, ну, неправильно поймет, недопоймет, чё-то как. Ну, понимаете, вот эти все акции, иногда они такие сложные, что люди просто не успевают вчитаться в эту акцию, начинают донатить и крутить всё подряд. Я на самом деле, вот честно признаюсь, перед тем, как зашёл крутить, я хотел просто крутить всю магму. Я хотел SCAR крутить, хотел крутить АЦР. Ну, а потом я решил всё же прочитать. А чё ж за акция-то конкретно-то? И оказывается, мне всего лишь нужно было выбить Мозберг, и мне дадут три пушки после этой акции на халяву. А я бы потратил, скорее всего, множество денег, и нихрена бы не выбил, скорее всего. Да если даже выбил бы, то Мозберг, я ещё раз повторяю, вряд ли бы я точно крутил. Я бы крутил как раз-таки АЦР-ку, как раз-таки крутил SCAR и АХ магму. То есть, именно их, может быть, я бы... Хотя, ну, не может быть, именно их я бы и крутил. А Мозберг крутил бы, наверное, самым последним, потому что он мне нихера не нужен. Не знаю почему, но Мозберг мне конкретно сейчас не нравится. Он не ваншотит. Ну и вообще какой-то он такой... Ну, как бы красивый, да, магмовский. Ну, я и с обычным бы погонял. Почему бы нет? Тем более обычный за варбаксы был доступен. Помню, распродажа была, да. Его за варбаксы можно было коробки удачи крутить. Многие его выбили. Многие его не выбили, потому что он дороговато стоил. Ну, как дороговато. На европейском Warface на все абсолютно пушки такие цены. Так, в общем, чё, ребят? Я вам рекомендую, конечно, магмовские пушки покрутить. Да, если у вас, конечно, уже нету такой пушки обычного склада, потому что магмовские пушки абсолютно ничем не отличаются от обычных пушек. Например, если у вас есть Scar LPDW, то не крутите магмовский. Он, конечно, классненький, симпатичненький. Ну, если у вас есть обычный, в принципе, нахер вам магмовский тратить на него просто так свои деньги? Нет, я, конечно, мне там для стримов, для видосов, да, разнообразие это прикольно, но вам-то зачем это? Ещё успеют подобавлять всякие скины, как бы, я вон видос сделал, там скоро анонсировали в группах Powerface новые скины, OpenCup-овские, ещё какие-то скины. Но очень симпатичные, кстати, на самом деле, скины добавят. Я, может быть, куплю, если они будут продаваться, как, например, эти Азимовские продавались, особо недорого. Ну, а если, опять же, добавить, как, например, Европушки в коробке удачи, крутить за 140 кредитов, да пусть в жопу идут, слушай, скинами, честно говоря. Я без скина могу погонять. Я, кстати, в недавнее время начал вообще снимать скины, то есть на АМ-ку, на Сигсаур, ну, Сигсаур я и так магмовским бегаю. Например, на АМ-ку, на АХ я начал снимать скины, потому что они, как-то, не знаю, друзья, отвлекают, что ли, немного. И мне кажется, как-то проще с АМ-кой, к примеру, без скина гонять. Она отвлекает, не знаю, чем, но как-то отвлекает. Глаза, что ли, мозолит. Поэтому я снимаю скин и катаю без него. Так что, хрен его знает, может быть, скины для опенкаповцев сделали, они в итоге даже не будут с ними катать. Ну, мне-то, в принципе, пофиг. Я так на стримах погонять. Ну, если более-менее надо прикольнее сыграть, то почему бы и не снять скин, поиграть без скина. Еще раз говорю, это не особо мешает. Так что, друзья, напоминаю, у меня есть, получается, из большой коробки Магма, которая была сначала, то есть 140 критов стоило за одну коробку, и там лежали, получается, Тайп, Сикс, 12-ый, АЦР, Макмиллан, Глок и Кукри. То есть, это все я дело выбил, кроме Глока. То есть, 2 Макмиллна, вроде 2 Тайпа выбил, 3 Кукри. Ну, так получилось, я сливал, что ли, там, 40-50 очк ритов на это все говно. Ну, в итоге, конечно, я это выбил. Я прям просто очень рад, как видите, в моем выражении лица. Я прям очень рад, что все это выбило. На самом деле, я с этим нихера не играю, даже ачивку до сих пор я не набил. Потом более-менее ввели по отдельности, поводили всякие скары, катана. Это уже реально прикольно, катана очень классная, мне понравилась, Сикс Ауэр тоже. Ну, потом пофиксили, но думаю, все равно я буду с ним катать, потому что я сейчас на ПТСке с ним поиграл. Вроде бы он все равно более-менее стал, ну, вроде на ПТСке, потому что на основном серии он какой-то сильно чмошный. А на ПТСке такой бодренький, даже кому-то в голову каким-то образом ваншорит. Хренал знает, что с этим Сикс Ауэром, честно говоря, сделали, но, наверное, скорее всего, буду с ним катать лучше. Ну, и, конечно, со своей катаной Магма буду катать, потому что она классненькая, прикольненькая такая свитца. Это вам не эта катана, которая синяя, которую очень долго, наверное, дизайнер рисовали. Я вот просто очень долго тоже ее рисовал в прошлом видосе. Вы сами видели, это, наверное, очень трудно. А может быть, они у меня скопипастили, ну, или я у них. Ну, не знаю, мою работу, согласитесь, можно просто в мейл отправлять. Я даже бесплатно отдам, хорошо. Зачем мне деньги? Забирайте бесплатно. Ну, скажите еще, я вам таких скинов просто за 2 секунды могу миллионы рисовать, если вам понравились. Поэтому с катаной Магма, вот с этими пушками я буду катать. Я очень рад был, что они не в какой-то большой коробке Магма, потому что, к примеру, я хотел себе тогда только Сикс Ауэра и катану. Если бы они были в большой коробке, я бы крутил большую коробку, которая стоила в 2 раза больше, чем обычная. И, может быть, я не выбил конкретно то, что мне нужно. Может, я выбил то, что мне нихера не нужно. То есть, может быть, я тогда выбил какой-нибудь Моасберг АХ, который мне нихера тогда не нужен был бы. Вот. И спросите вы, а жалею ли я то, что я не выбил Глок? На самом деле, я жалею то, что я помню, вроде, все, выбил за тех пушек, мне остался один Глок, и я потратил вроде сверху либо 20 тысяч критов, либо 15 тысяч критов, где-то так сверху я потратил. Да, вот это я жалею то, что я потратил сверху, не может быть, с этих 15-20 тысяч критов я вроде либо вообще ничего не выбил, ну, либо какой-нибудь Макмиллан тайп повторный выбил. Но Глока нихрена не выбил, поэтому, да, может быть, немножко я и жалею, и, честно говоря, нахер мне этот Глок нужен. Я сейчас думаю то, что зря, наверное, я все же столько денег на них тратил. Лучше бы на какие-нибудь прикольные пушки потратил или акции какой-нибудь подождал. Ну, в общем, не стоило, наверное, так быстро тратить деньги. Ну, в общем, друзья, Мосберг мне что-то как не особо нравится, но я выбил его только для того, чтобы мне три остальных пушки после окончания этой акции счастливенько выдали. Я обязательно сниму про это видос, как мне его выдаст. Ну, и еще о чем-нибудь интересно поговорим. Пишите ваши комментарии, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мне очень нравится, когда вы ставите лайки, так что не забывайте их ставить. С вами был Серега, все ссылки есть в описании. Увидимся в новых роликах, друзья. Всем удачи, всем пока. Если тебя заинтересовала эта игра, специально для тебя я оставлю ссылку в описании.